это реальное кино обо всем всем добрый день сегодня у нас такая задача максимум объехать храмы липецкой епархии и навестить знакомых монахов и привести им что-нибудь вкусненькое потому что монахи и монахини они как дети и у них нет того человека который как мама им приготовит кусочек но это это задонским котам небольшой презент я не уверен что мне сегодня с этой монахи не удастся сделать интервью потому что нет времени но по крайней мере мы с ней увидимся такие и да там шампунь и наполнитель который всегда нужен на вот это вот лампадное масло по 3 литра я взял я уже говорил что на героев стратосферы есть такой магазинчик тайны где это масло продается 645 что-ли но напомню что у сергия на 370 или 380 стоит ну вот как я обещал значит вот адрес в геопозиции это улица кулибина 15 м то есть это проехать вот эти где гробы делают с диванами объехать это все против часовой стрелки вот он где цветы кулибина 15 конечно котиков много им надо ввести камаз туда всего почему поддерживали хотели поддержать их котиков и вот эту вот матушку которыми занимается потому что она на самом деле между прессом и наковальни то есть она в мужском монастыре держит эту передержку из котов в которых все ненавидят ее вместе с ними и в монахи эти монахи не знаю как относится архиереи хотят этих котов выкинуть потому что они мешают какого извиняюсь перепуга делает женщина вообще мужском монастыре для того чтобы им всем быть ну как бы в угоду она очень много трудов делает она там ночами в этой пекарне что-то печет там какие-то экзотические торты там она пытается всех задобрить батюшек чтобы они не были злые были добрые то есть она на самом деле не свою жизнь живет это это сказать девушка это молодая монахиня потому что живет вот ради этих животных чтобы их перестроить с другой стороны люди вместо того чтобы ей помогать и они и шлют всякие угрозы там не буду говорить проклятие да возьмите нашего котика у вас же приют это у нас не приют вообще а если вы не возьмете там это вообще ночью будем через забор подки чё они и делают эти злые люди вот вместо того чтобы помогать этих котиков как-то рассортировать по домам эти котики бедные там живут в монастыре и мало кто этим помогает этим животным но поэтому мы сегодня взяли на себя такую миссию с вашей помощью друзей с помощью тех кто поддерживает канал вот кстати про котиков большими буквами без на грех видимо это действительно проблема для монастырей мурошенные животные для котят два для чувствительного немножко конечно мокрый корм за и шампунь для котят но вроде как он понежнее для хотят один и вот наполнители два только ну то что вот я вот вот надо помочь наверно отнести куда-то сейчас я тогда закрою и за вами пойду они смотрят канал эти люди реальное кино на ю тубе я для союза на самом деле работал для канала союза а на ю тубе у меня свой канал глазки полностью слепая ты долго лечила сейчас она такая слабовидящая у него глаза вот мутные новинки особенно и слезятся но мутные но видят свет и тень возможно забираются люди иногда за прошлый год я пристроил 1300 тысяч и выручила меня выручили поездки в воронеж я стою там возле пешеходного перехода между рынком воронежский торговым центром и вот там я пристраиваю животных сейчас я думаю что за полтора месяца получилось пристроить 136 штук одна из моих подписчиц вышила икону вышивала полгода это святая женевьева немецкая гертруда вернее не женевьева гертруда с кошечкой пыталась прочитать но она считается покровительница кошек по вашему приходу я собиралась убирать но я только все развалила а убрать не успела вы пришли вот смотрите вот здесь старая кошка с рынка она жила на задонском рынке и кто-то ее за два дня до охота подбросил в монастырь и через два дня я ее поймала стало много кошек нет и она окатила пять штук вот их можно уже бронировать и приезжать за ними здоровые котята хорошие очень красивые кстати вот у этого окрас сейчас не видно но он color point то есть у него будет темные лапки темный хвостик темные на мордочке уши черные будут им три недели через неделю они уже полностью будут готовы здесь их пять штук сейчас я меховой букет соберу вот это называется меховой букет правда змей гаранч из трех голов но у нас вот такой четырех головы много раз говорил что благоприятнее помогать людям чем животным но животным тоже благоприятно помогать объясню почему животные не делают греха не могут сделать греха нет корысти у них такой как у человека ядреный злых помыслов каких то они живут инстинктами вреда не делают и каждое что они съели это прямая молитва за вас за всех жертвователей богу но есть люди которые исключительно помогают только животным считают что люди не да такие сволочи что они недостойны чтобы помогали так вот хочу процитировать не процитировать на цитировать это мне надо читать с книжки хочу напомнить что есть в евангелии такой момент когда у христа спрашивают и он отвечает что посмотрите на птиц которые не сеют не пашут как-то так написано сейчас близко к тексту говорю но не не точно цитату а бог им все дает на траву посмотрите которая растет и у нее все есть для того чтобы жить на птиц которые вьют гнезда и бог им все дает для этого вы лучше чем птицы он говорит конкретную фразу то есть человек лучше полнее и больше чем животные поэтому помогать человеку конечно благоприятнее поэтому сегодня мы не только помогаем котикам а мы взяли для знакомых монахов такой презент из продуктов который бы монстре точно этого нету и сами они вряд ли себе это купят это не это постная чтобы их не искушать еда то есть это кусочек дорогой рыбы которая не просто рыба там оба какая дорогой рыбы который продается секретиком с магнитом то есть она нормально вот и чтобы он сам съел каждый монаха монахи у нас две матушки которые живут при храме параскевы я вчера отца афанасия спросил две матушки живут при храме вот чтобы они порадовались они же как дети все монахи как я постараюсь встретить звонаря который монах прокопий сейчас и на георгий а в миру он был тоже александр такой мальчишка он уже взрослый дядька но все равно как мальчишка наивный как ребенок он сирота его никон взял монастырь он упал с большой высоты у него немножечко как бы повредился мозг немножко даже глаза в разные стороны смотрят но он очень добрый он очень божий и в нем ничего нету чуть мирского нет абсолютно вот человек который каждый день звонит задонский я не знаю может что-то уже изменилось может у него какое другое послушание но по крайней мере вот последний раз когда мы встречались все было так же вот ему сумочку собрали матушкам собрали который при храме параскева и собрали маленький подарок инокини лидии которая работает в лавке на источнике и вот время 1620 я еду по задонску и мы распределяем маршрут так чтобы оптимально застать тех людей которых я очень хочу застать и вот сейчас я покажу часть когда я зашел в женский монастырь в лавку я хотел застать инокинию лидию в лавке нам монастырском источнике же где женский монастырь но к сожалению не не застал там какая другая матушка была такая и отвлек от чтения псалтери вот и все по правилам у них там все хорошо а горю где инокина и инокине лидия нагрет она отдыхает после утренней смены в келью идите короче монашеские подарки такие вот они все разные все разные это два матушка не одинаковые вот эти все немножечко раз ночи с лунки лидии пойдем попробуем выручить если она тут женский монастырь вот этот основной храм здесь это устрашающее объявление о том что нельзя не можно ну и не будем беззаконие нарушать ладно нет так нет пошли отдавать пакеты скотинку вот этот же храм с другой стороны и здесь место монашеское похожий на рай здесь можно ходить я не видел никаких табличек что ходить или вот это монашеский корпус женский один из видимо старое здание реставрируется вот это вот наверно новая не знаю здесь кайфово как на юге маленькое маленькое местечко райское отправил женщину туда с пакетом а сам жду потому что написано что посторонним в двери но я не хожу в общем отдали на инокине лидии наш подарочек маленький скромный а вот она нам передала сыр тоже много как это было отправил я в этот женский корпус специально обученную жену но не зря же на семинарию заканчивалась может в одном корпусе найти отдельно взятую монахиню инокиню и так и случилось они встретились то передала и пакет сказал что это от реального кино спасибо не выйду плохо себя чувствует понятно что отдыхает после смены пусть отдыхать но сразу поняла от кого это спасибо бог вот такая территория монастыря территорию снимать можно нельзя снимать в храме в храме я не снимаю все тут очень ухоженно и благодатно приятно находиться мы едем в мужской задонский монастырь и вот она задонская аллея который идет на кладбище а вот по ходу дела заход к михаилу но немножко тут уже сорнячок выведет не сорнячок не буду трогать так как я прикрутил так она и прикручена это на колокольне может быть прокопий там сидит сейчас буду искать но здесь маленькая чаша красиво здесь тоже есть копия но не тонкая и она в наборе так что сегодня это не наш случай так сейчас выглядит задонский монастырь второй храм вот это трапезная наверное монашеский корпус а вот это основной храм где покоятся мощи святителя тихона и я наверное туда не пойду не могу после того как не стал михаил не могу сейчас сюда зайдем может быть здесь есть сейчас прокопия встретил совершенно случайно иду где его искать тут идет прокопий навстречу ты константин это не ты александр ну я понимаю столько лет не виделись уже когда на колокольню пойдем отец прокопий говорит тащи саморезы сейчас воем фотографии прикручу сейчас быть иди на кладбище сейчас я приду отдал им пакет но обрадовался ждем сейчас может подойдет метода прикрутим то говорят нельзя в крест вкручивать ничего слушайте ну давайте вот эти ереси тоже вот четыре самореза прикручено схема на это отец аристарх который со светланы к пыловой которого я тоже знал лично вот тоже на два самореза вкручены поэтому друзьям и есть шайбы нам подобрать надо так у всех так сделано речь из таких крышечек вот и отрезал резьбу и сделал такие вот ложки как шайбы они будут шайбами чтобы они прижали портрет и белые были не нарушали композиции и прям вот сюда вот мы вкрутим саморез вот здесь я уже наметил вот сюда прям саморез вкрутим они будут функцию шайбы исполнять не шляпка не выходит все и такие вот у нас как будто бы шайбочки здесь сверху снизу а здесь это отмоется дождями я думаю ну вот теперь все по-человече сам крест чтобы не вставлять но я смотрю у всех прикручена на шурупах значит все нормально так что вот так вот ну кто может сделать лучше пусть сделает сделал как могу так что ну я думаю что нам много лет это послужит а там будем смотреть я заберу щас спасибо ну вот так вот она в закатах закатных лучах выглядит теперь фотография ну я сделал как мог сзади уже ничего не мешает теперь все а у прокопий побежал на молитву вон он пошел на помазание ну вот до свидания крикитер тихо вот это памятник посещая задонск очень сложно его обойти своим вниманием это мать которая отправила на войну восемь сыновей и все они погибли и вот здесь восемь таких стел и вот эта женщина ее имя Мария и вот она в такой скорбной позе такой холодящий душу на самом деле памятник когда ты начинаешь думать какие эмоции пережила эта женщина отправив восемь сыновей с чем это связано и каково это этот памятник прямо напротив задонского монастыря вот монастырь и вот прямо напротив него через дорогу вот этот памятник зайдите задумайтесь кто может молитесь чтобы в наше время не происходило такого же а вот он храм Пороскевы в Болховском сейчас мы заедем сюда сейчас только что был у настоятеля в монастыре он говорит зачем ты да отец Аванасий что нибудь к чаю ну спасибо там еще две матушки для них тоже есть презент небольшой подарочек сейчас заедем посмотрим что здесь вот здесь попробуем сделать то что всегда это болховской кот специально рыжий болховской кот рыбы ну почему рыбы там есть тренинг у нас для двух матушек тут два пакетика а вот эта собака которая живет в церкви ну не будь как церковь такая с куполом с крестом там не с крестом с флюгером собака тоже живет где свой храм в общем передали мы передачку но накормить монахов в Задонске оказалась непростая задача потому что они от всего отказываются ничего не едят мы уже настолько постные там вещи взяли они экзотические просто но чтобы их порадовать и все равно и все равно а матушка говорит ой да мы ничего не едим вон Задонский монастырь видно там да ничего не надо и отец Афанасий тоже говорит ничего не надо да ему ничего не надо мы вообще тут ничего не едим но я надеюсь что наши старания не будут выброшены в мусорку ну либо нуждающимся каким-то я надеюсь они сами поедят вот а в храме Паровскевая пятница за вас за всех друзья мои кто помогает каналу как может поставлены за каждого из вас свеча которая будет гореть на службе на службе посвященной празднику Троицы я их сейчас своими руками расставил на подсвечнике потому что матушка сказала говорит службы до Троицы не будет а на Троицу будет служить говорит можете сейчас поставить и я поставил всем святым и Тихону Задонскому и Митрофану Воронежскому и Николаю Чудотворцу и перед иконой Параскевы Пятницы в честь которой храм где есть частица мощей Параскевы и конечно перед чудотворной иконой Богородицы взыскания погибших одной из главной иконы этого храма и одной из святынь Задонской и Воронежской земли ну наверное уже теперь не Воронежской Задонской и Липецкой за всех вас чтобы у вас все было хорошо и благополучно но это то что я могу сделать за каждого из тех кто жертвует на развитие канала и из чего я могу делать добрые дела для тех кто сейчас нуждается ну для монахов для храмов следующая наша задача которая не удалась у нас сегодня это моя задача это покупка кадила как-то с позвонцами оно правильно называется праздничные кадила с позвонцами и набор из четырех как сказать копиев копиев мне так нельзя сказать четыре копия набор вот он храм в закатных лучах уже восьмой час вечера вот я только сюда доехал так что я сегодня не успею в Воронвазовку но я туда съезжу в ближайшее время и там тоже поставлю свечи за всех жертвователей благодетелей кто помогает на развитие канала это будет ну чуть позже как Бог даст вот значит зашел я в лавку я там частично снял не такие эти копия там не такие как нужны они толстые вот и не факт что я вот это куплю не в наборе это пойдет стоят они так же как в Софлино а кадила тут в принципе нету кадила поэтому кадила придется все равно заказывать на часах 19-16 день подошел к концу и сегодня мы выполнили программу ну почти максимум то есть мы вручили пожертвования всем кому мы собирали то есть самый лояльный человек оказался матушка Арсения которая приют не приют нельзя же говорить приют которые передержку у котов курирует кошечек собачек вот потому что она настрадалась уже она рассказала кое-что из своей вот этой биографии из своей повседневной работы и жутко это все слушать я к сожалению не взял большую камеру я так понял что она уже ничего не боится потому что ей так сложно вот обычно они монахи не заморачиваются монахи которые там что-то боятся потерять там вот вдруг что-то их там не так архиерей подумал ей настолько сложно с этими с этими животными настолько трудно настолько вымотанное со всех сторон что ей все равно совершенно а что мне кажется что дальше будет ей конечно хочется благоприятности какой-то к своей деятельности но а он же так настрадал что он ничего не боится такой правильный наверное момент когда человек уже ну а матушкам все тяжело с большим трудом очень тяжело моя да вот вам ну как бы к столу что-то там нам ничего не надо надо я говорю отец Афанасий благословил а ну ладно что же так да мы ничего не едим вообще ну совсем ничего не едите ну то есть тяжело было вот это вот дать как будто знаете как как не в радость людям вы отдайте кому-нибудь кто больше нуждается да мы кто больше нуждается тоже пытаемся как бы помогать немножко по-другому ну в общем тяжелый был разговор но в конечном итоге все равно взяли ну мы тогда раздадим кому-нибудь раздайте ну это же ваше дело тогда вы получите тоже радость от того что вы раздали да слава богу за все то есть мы вам помогли вы кому-то еще помогли кому нужнее все нормально в общем друзья мои за вас за каждого кто жертвует будут свечи на праздник святой троицы в храме праскивая пятница в благодатном храме в котором совершаются чудеса и в наши дни ну а я вас всех обнимаю спасибо что досмотрели я не думаю что этот видос будет очень короткий вот и спасибо еще раз всем кто помогает каналу потому что это то что осталось у нас после отмены монетизации то что дает возможность нам жить и работать дальше ну а нам я говорю мне и делать добрые дела вашими заботами спаси всех бог с наступающим праздником святой троицы ну до этого еще наверное выйдет много разных видео всем добра и мирного неба и и